Всем добрый день, дорогие подписчики! Сейчас я поеду, и я бы с вами хотела поговорить на такую тему, вернее даже ответить на такой вопрос, можно ли сломать свой протез? То есть речь идет о протезировании колена, протезировании бедра. Можно ли с каким-то движением, либо сделав что-то не так, повредить, сломать свой протез? Давайте сейчас постараемся ответить на этот вопрос, поэтому если у вас было протезирование, и если вам интересны рассуждения по этому поводу, оставайтесь, прослушайте ролик до конца. Итак, отвечая на вопрос, можно ли с каким-то движением неправильным, либо что-то сделав неправильно, повредить свой протез? Нет, неправда. Протез это железка, это что-то железное, что насаживается на цемент и, соответственно, ставится на место, где у вас был сустав. Поэтому как бы сам протез, то есть вот сам протез, то, из чего сделан протез, это железо, вы его никак не сломаете. Поэтому вот эти все страхи, которые у вас есть после операции, что не наступать на ногу, чтобы не сломать протез, как-то не так садиться, вставать, опять же, страх того, что вы можете повредить протез. Бояться не нужно, сам протез вы никак не сломаете. Единственное, здесь делаю оговорку, то, что касается протезирования колена. При протезе колена сам протез, он состоит из частей, две части протеза, и также там еще есть вкладыши, пластиковые вкладыши. Так вот, вот эти пластиковые вкладыши, действительно, есть риск того, что они лопнут, сломаются. Но я вам скажу, на практике, это очень-очень-очень редкие случаи, и это единичные случаи, на которые, как по моим наблюдениям, вы никак не повлияете. То есть у меня были несколько пациентов, у которых лопнули вот эти прокладки в самих протезах пластиковые, но при этом пациент ничего особенного не делал. То есть по какой-то причине просто вкладыш взял и лопнул. Но опять же хочу вам сказать, что это редкие случаи, что это скорее случай исключения. Поэтому здесь вас сразу хочу заверить, что никаким образом сломать свой протез вы не можете. Поэтому придется вам как-то справляться и бороться с теми страхами, чтобы не использовать свою ногу, не наступать на ногу, не делать каких-то движений и так далее, потому что вы боитесь. То есть со страхом нужно как-то вам будет справляться. Физически, опять же физически, вы никак не повредите свой протез. Как можно повредить свой протез? Сейчас я говорю о цементированных протезах, те протезы, которые ставят сейчас в большей степени. Итак, повредить протез. Вернее, протез нельзя повредить. Можно повредить цемент, на котором стоит сам протез. Цемент действительно можно повредить ударом, прямым ударом в сустав. То ли протез бедра, то ли протез колена, тем более протез колена. Все, что касается прямой удар в сустав. Здесь несколько вариантов. То ли это что-то приземлилось вам в сустав, такое, как, например, мяч, не знаю, там, камень, что-то там еще, то есть что-то, что упало, упало, ударило вам в ваш сустав. Это первый вариант. И второй вариант, это вы падаете. При падении, к сожалению, при сильном падении, когда вы падаете непосредственно прямо на сустав, допустим, вы падаете, у вас протез колена, и вы упали на колени, то да, здесь также есть риск того, что вы можете повредить свой цемент. То есть кусочек цемента откалывается, возникают сильные боли, и, к сожалению, ничего там уже не поделаешь, только нужно менять полностью весь протез. Опять же, в случае падения, когда вы падаете, то, соответственно, чем тверже поверхность, на которую вы падаете, тем выше риск. Приведу пример. Допустим, вы упали на асфальт, либо вы упали на траву, соответственно, если вы падаете на асфальт, на что-то твердое, то риск того, что вы как-то повредите свой протез, даже не протез, а цемент, да, вот эту цементированную часть, он, соответственно, намного выше. То есть, да, запомнили, что сам протез вы никак не сломаете, что да, есть риск того, что вкладыш в протезе, он может лопнуть, то, что касается протеза колена, но, опять же, это единичные случаи. Можно повредить цемент, на котором стоит протез, но во время прямого удара в сам сустав, да, отсюда, отсюда, по большей части, и возникают вот эти все ограничения, которые врачи ставят при выборе спорта, физической активности, после протезирования. То есть, все, что касается того, где есть риск, что к вам что-то приземлиться в колено, либо в бедро, желательно не заниматься этим. То есть, сюда относятся футбол, теннис, катание на лыжах, не знаю, какие там еще спорты у нас. Ну, то есть, то, что все, что, где есть риск, что вам ударят, либо что-то прилетит к вам в ваш сустав. Желательно не делать. Дальше. Здесь также сделаю небольшую оговорку по поводу протезирования бедра. При протезе бедра, особенно в первые недели, в первые недели после операции, может зависеть количество недель. Допустим, у нас протез бедра действует 6 первых недель ограничений, когда нельзя делать каких-то движений. Допустим, приведу пример, если операция была разрез сбоку, позади бедра, то есть, такой боковой подход, который называется боковой подход, то есть, когда разрезают с боковой части бедра, ставят протез, допустим, нельзя сгибать, поднимать ногу более чем на 90 градусов и поворачивать ногу вовнутрь, да, есть такие ограничения. Но, опять же, при данных движениях сам протез как таковой вы не сломаете, но вы, есть риск того, что просто вот этот новый шарик, который, протез новый, он выскочит из вашего сустава из-за того, что мышцы, они очень слабые в первой неделе. Соответственно, когда вы делаете упражнения и мышцы постепенно укрепляются, то этот риск соответственно проходит. Единственное, для протеза бедра опять же остается пожизненное ограничение, это нельзя класть ногу на ногу, да, наверное, как вы знаете, для тех, у кого есть протез бедра. В общем-то, все, что я хотела сказать в этом ролике, смысл ролика был в том, чтобы больше, наверное, вас заверить в том, что риск того, что вы каким-то образом сломаете свой протез, он минимален, что если вы этого боитесь, то вам уже нужно как-то справляться больше со своими страхами, что, да, есть риск повреждения протеза, но, как я уже сказала, как не самого протеза, а цемента, на котором стоит протез. Да, действительно, такой риск есть. Все, если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите под данным роликом. прощаюсь с вами до следующих роликов. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok